В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. О событиях прошедшей недели расскажут мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» и сейчас коротко о главном. Дороги Рязани. Сдвинется ли когда-нибудь с места ситуация с рязанскими дорогами? Трудности горожан. Маломобильные группы граждан и другие рязанцы сталкиваются с огромными проблемами перед движением по городу. Археологи находят ценные реликвии прошлых столетий, а наши современники в настоящее время сносят памятники архитектуры, что останется следующим поколением. Провалы асфальта, глубокие ямы и полное бездорожье лет удивило не только автомобилистов, но и пешеходов. Свои претензии они высказали на сайте картуубитыхдорог.ру, отметив наиболее проблемные участки. По итогам федерального рейтинга наш город занял четвертое место. Подробнее в репортаже Галины Ершовой. Рязань – город убитых дорог. К такому выводу пришли обычные жители. С начала года они нанесли на карту Общероссийского народного фронта 270 проблемных участков, покрытие которых не соответствует федеральным стандартам. Общая протяженность составила 245 километров. Это четвертый результат по стране. Каждый гражданин имеет право нанести не более 5 километров убитых дорог. И если вот так вот посудить, по сумме сейчас мы находимся где-то порядка 245 километров. Можно примерно сориентироваться, сколько человек уже участвовал в проекте. Хуже ситуация с дорогами только в городах-миллионниках – Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Возглавил антирейтинг Волгоград с результатом в 354 километра. Однако города разные, а проблема одна. Летом по стране прокатилась волна провалов асфальта. Самым резонансным для Рязани стал обвал дорожного полотна у Кремлевского вала. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Придомовые территории и узкие улочки тоже ждут своего часа. Улица Бирюзова, дом номер 1, корпус 2. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Дорога же перед ним изрыта ямами, вода из которых не уходит даже знойным днем. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что ваш дом хоть и не должны принимать вызовы. Невозможно пройти не в туфлях, нужно в резиновых только сапогах. Настоящей легендой для Рязани стал Славянский проспект. В июне свои колеса в местной яме оставили около десятка автомобилей. Удар был очень сильный, хотя ехал меньше 30 километров, наверное. Но удар был сильный. Потому что кто же знал, что на такую глубину попадет колесо. Однако самой проблемной для рязанцев стала улица Большая. Несколько месяцев она возглавляла рейтинг убитых дорог. Благодаря этому администрация города решила не просто точечно заделать дыры в покрытии, а взяться за дорогу всерьез. Улица Большая. Также капитальный ремонт с уширением проезжей части от поворота на глобус и до поворота на улицу Кимакова на одну полосу. Однако ремонт не всегда проходит гладко. Так на улицах Молодцова и Советской армии качество нового покрытия не соответствовало заявленному подрядчикам. Поэтому администрация города потребовала заменить дорожное полотно. В следующем году мы могли получить уже разрушение на данном участке. Пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. Качество покрытия на местах контролируют сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Также ни одна дорога региона не может быть введена в эксплуатацию, пока не предоставят данные лабораторных исследований. Специалисты должны обнаружить в асфальтобетонном покрытии полимер вяжущие элементы. Для анализа используют керн. Это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Улучшить дорожное полотно помогают и новые технологии. Так, при строительстве северного обхода на участке от путепровода до путепровода были использованы специальные добавки, привезенные из Германии. Одна добавка делает битум лучше, и вторая добавка делает битум одинаково, как полимерный битум. Эластический и лучше для зимы, и лучше для времени, лучше сабильнее. Благодаря им за четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Хубежское шоссе, и там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Однако цифры неумолимы. На сегодняшний день Рязань находится на 15 месте в федеральном рейтинге отремонтированных дорог Общероссийского народного фронта. Тем не менее, активисты уверены, что вскоре ситуация изменится. Сейчас в Рязани и Рязанской области ведется беспрецедентная, можно сказать, за последние годы масштабная реконструкция строительства и ремонта дорог. И на данный момент, поверьте, сейчас многие дороги находятся на стадии 80-90% завершения. И к концу сезона, возможно, мы значительно серьезно приблизимся к топу. Контролировать ситуацию и помогать выбирать для ремонта действительно проблемные участки может каждый. Для этого заходите на карты убитых дорог и делитесь своим мнением. Галина Яшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На необычный и весьма грустный эксперимент решились рязанские активисты УНФ. Уже во второй раз они вышли в рейд, итоги которого еще раз демонстрируют тот факт, что люди с ограниченными возможностями – это самые незащищенные представители населения. Маломобильные граждане, а именно колясочники, выходя из собственного дома, сталкиваются с проблемой еще больших ограничений. А между тем их выход в свет и без того непрост. Любовь Байшева – мама девочки, которую жизнь приковала к коляске. У ребенка сложное и редкое генетическое заболевание. Из-за него каждое неловкое движение может привести к тяжелым последствиям. Каждый выход из дома превращается в настоящее преодоление препятствий. Заехать нельзя, спуститься – это очень тяжело. С учетом того, что мне одной приходится с ребенком сидеть, спускать ее и поднимать, коляска весит порядка 50 килограмм, то есть еще ребенок, вы можете понимать, что хрупкая девушка. Спустить такую массу без посторонних помощей невозможно. Мне приходится просить двоих взрослых, чтобы это можно было спустить и поднять. А если это будет уже инвалид-колясочник один, то он этого сделать не сможет. И хотя аптека, магазины, почта и детская поликлиника в шаговой доступности, бордюры, проезжая часть и даже сам выход из дома для женщины с коляской становится непреодолимой сложностью без помощи посторонних. У нас проблемы не только в поликлинике, у нас проблемы в почтах, у нас проблемы в аптеках, у нас проблемы вообще во всей инфраструктуре, которая вокруг нас живет. И я знаю, что это не только в московском районе, это во всех районах, во всех. Вы понимаете, вся проблема в том, что на нас не реагирует никто, ни администрация, ни прокуратура, как надзирательный орган. Не меняется ситуация просто, просто одни отписки. Проводить эксперимент с дочерью Любови активисты не рискнули. Слишком большая опасность для ее здоровья. На помощь пришел Роман. Он каждый день сталкивается с такими же трудностями, что и мать ребенка-инвалида. Проделать путь от дома женщины до шестой поликлиники в московском районе. Вот его задача. Проблемы начинаются уже у подъезда. Смотрите сюда, подойдите и сфотографируйте. Вот колеса, видите, колеса не проходят по этим рельсам. Это, как правильно назвали, просто железяки. Из-за высоких бордюров на улице Косачева, а это 25 сантиметров вместо 5 по нормативам, передвигаться приходится по проезжей части. Проще ехать по проезжей части, потому что тротуары у нас практически не делаются. Дороги более-менее за платки ставятся. Тротуары забывают про них. Поэтому проезжая часть – лучшая альтернатива. В продуктовый магазин или на почту зайти самостоятельно также не получится. Отсутствуют пандусы. После первого рейда в начале лета этого года у местной аптеки появилась кнопка, нажав которую к колясочнику выйдет сотрудник и обслужит его. Но на практике получается, что кнопка сделана для галочки. Вот я человек на коляске подъехал, да, такой, бац, и все. Кнопка вон она, да, кнопка вон. А как я тогда подъеду к этой кнопке-то? Понимаете, бывают такие моменты, когда необходимо зайти в аптеку самой. А если ты подъезжаешь с ребенком, чтобы туда зайти, мне как бы предположительно необходимо ее оставить на улице. Это просто не вариант. Абсолютно. И вот вход в шестую детскую поликлинику. Он оборудован пандусом. Войти труда не составляет. Вот только это один из двух корпусов, где принимают узкие специалисты. Во втором здании принимают анализы, а также врачи широкого профиля. И здесь самостоятельный вход весьма затруднителен для человека в коляске. Просто упрешься и назад. Пытаясь сделать среду более доступной, инвалиды и родители детей-колясочников стучатся во все двери. В непростой жизненной ситуации находится Людмила. Она в одиночку воспитывает сына, прикованного к коляске. Говорит, из дома старается с ребенком не выходить, потому что это опасно для его жизни. А установить пандус в доме старого жилого фонда не предоставляется возможным. Управляющая компания дает ответ, что это травмоопасно и мне, и ребенку, потому что получается угол у пандуса 30 градусов, а это не соответствует ни нормам, и травмоопасно. Установить небольшой пандус или самостоятельный выход девушка проживает на первом этаже. У нас высокий порог и дырка, поэтому я положила старый подоконник, чтобы нам хоть как-то можно было выезжать из подъезда. А также ремонт асфальтового покрытия. С такой просьбой Людмила обратилась в администрацию города. Ответ Надежды не оставляет. Благоустройство дворовой территории у дома 14, корпус 1 по улице Великаново в программу формирования современной городской среды до 2020 года не входило, так как в сроки приема заявки не поступало. Если проще, то ямы у Хабина во дворе женщина с ребенком-колясочником придется преодолевать еще долго. Приходится просить людей, чтобы они помогали мне. Ребенок уже взрослый, очень тяжелый. Мне одной не спрати, я живу одна. За доступность городской среды для инвалидов сегодня бьются активисты Всероссийского народного фронта. По результатам этого эксперимента они сделают отчет, который передадут в город администрацию. Изначально вот этот маршрут, который мы сейчас прошли, Любовь Николаевна с представителями прокуратуры, органов администрации, префектуры, они прошли еще в мае этого года. То есть у них срок для устранения вот этих недостатков был как минимум три месяца. Вот сезон строительный, так сказать, сейчас закончился. Мы по его итогам прошлись по этому же маршруту. Итоги, я думаю, мы сейчас все видели какие. Поэтому будем надеяться, что к этой проблеме привлекут более внимательно и устранят, и решат. Стоит сказать, что программа уже сработала. В регионе адаптировано более 100 объектов социальной среды, свыше 80 образовательных учреждений. Но касается это относительно госорганизации. Большая часть объектов инфраструктуры для колясочников остается недоступной. Несмотря на избыток автомобилей в городе, многие граждане продолжают передвигаться по Рязани с помощью общественного транспорта. И те из них, кто работает допоздна, сталкиваются с серьезными проблемами. После 10 вечера многие маршрутки просто перестают ходить. В результате жители отдаленных районов вынуждены добираться до дома на автобусах, на такси или даже пешком. С гражданами, которые возмущены такой ситуацией, пообщался Валерий Седов. Поселок Мехзавода, город Рязань. Конечная 62-го и 77-го маршрутов. Казалось бы, приехать сюда можно в любое время. Но это только на первый взгляд. 77-я маршрутка, 62-я практически у нас ходит только до 10 часов. 62-я вообще до 9 часов. Поэтому к нам можно приехать только на 20-м автобусе, который тоже не всегда ходит. Автобус ходит только один раз в час. Получается, что уехать на работу гораздо легче, чем вернуться обратно. Чтобы уехать женщине после 10-е, это или вызвать такси, или реально уехать на этом автобусе, который последний идет в 11-15. Не у всех в поселке есть автомобили. А такси – удовольствие не из дешевых. И даже если доехать на автобусе до своей остановки, появляется новая проблема. Идти домой очень страшно. Если вы даже пешочком ночью здесь прогуляетесь, вы посмотрите, что здесь это надо целый подвиг совершить, чтобы дойти до дома. Можно потому что встретить и алкоголиков, и наркоманов на поселке, которые у нас очень много. По словам местных жителей, такая проблема была не всегда. Несколько лет назад доехать до поселка не составляло труда. Но в последнее время ситуация сильно изменилась. Невозможно было приехать сюда после 10 часов. Это было несколько лет назад, и все до сих пор эта проблема длится. Причины произошедшего местным жителям непонятны. Но однажды Елене Абрамовой удалось узнать ответ на свой вопрос от водителя маршрутного такси. Один-единственный раз мы попали на маршрутку, которая ехала после 10 часов, и спросили, почему вы ездите именно в такое время. Вас нет вообще, или вы ездите без глонасса. На что они сказали, что нам не рентабельно после 10 возить по 2-3 пассажира. Как быть тогда жителем города Рязани? Местные жители истоптали пороги всех инстанций. К сожалению, никакого развития эта ситуация до сих пор не получила. Но появляется новая проблема. Как только придут холода, дожидаться нужного маршрута на остановке будет куда тяжелее. Наш телеканал направил запрос в администрацию города. В скором времени нам придет ответ. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ремонт Куйбышевского шоссе не укладывается в обозначенные в начале лета сроки. Ранее городские власти обещали, что ремонт завершится к 1 сентября. Однако первый месяц осени близится к середине. А ремонт у конца и края не видно. Когда шоссе станет полноценно проезжим, выясняла наша съемочная группа. Ремонт Куйбышевского шоссе стал одним из самых ожидаемых в городе Рязань. На небольшом участке дороги планировалось провести и ремонт полотна, и замену теплотрассы. Сейчас работы в самом разгаре. На днях состоялось выездное рабочее совещание по вопросам капитального ремонта. Представитель подрядчика рассказал, какие работы выполнены на данный момент. На сегодняшний момент мы подготовили всю протяженность теплотрассы, удалили те деревья, которые мешали ее прохождению. 90% произвели устройство траншеи, с исключением отдельных переездов, которые пока оставлены для технологических проездов предприятия. По его словам, сейчас во всю идет активная фаза работ по укладке трубопровода. Уже уложено порядка 30% от общего объема работ. Цель все-таки эту теплотрассу, чтобы выполнить ремонт, это дело техники, все-таки нужно ключевой момент в дело теплотрассы, потому что это еще более важный социальный момент. Надежная, новая теплотрасса, которая уже десятилетиями будет сама по себе людям служить, ну и дорога не будет зависеть от состояния теплотрассы. Но ремонт дороги на Куйбышевском шоссе временно доставит неудобства водителям. В целях обеспечения строительства теплотрассы с 20 часов 15 сентября по 6 часов утра 18 сентября будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Куйбышевское шоссе от перекрестка с улицы Трудовой до дома номер 29 по Куйбышевскому шоссе. Администрация города Рязань предлагает несколько вариантов объезда ремонтируемого участка дороги. При движении по улице Солковского автомобильный транспорт будет направляться на проезд Яблочково, далее по улице Зубково и на восточно-окружную дорогу на платный путепровод. С владельцами платного путепровода ведутся переговоры и мы уверены, абсолютно уже достигнуто понимание, что на этот период он будет бесплатным, движение по нему будет бесплатным. Водителям, которые будут ехать из железнодорожного и московского районов в восточном направлении предлагается двигаться по Михайловскому шоссе, а затем на южную окружную дорогу. Такой путь самый оптимальный, чтобы объехать ремонт на Куйбышевском шоссе. На улице Маяковского в Рязани снесли дом купца Коровкина. По оценке экспертов из Государственного института искусствознания, этот дом являлся типичным примером доходного дома периода эклектики с магазином в нижнем этаже. Крупный объем, формирующий угол квартала, дополнял историческую застройку центральной части города. Снос дома вызвал широчайший резонанс, но это не остановило неизвестных, которые снесли еще пару старинных домов в этом районе. Как сообщает источник, портал хранителей наследия по новому проекту зон охраны Рязани, который пока не принят и против которого борется Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, на месте скромного дома Коровкина допускается застройка высотой 30 метров. Тогда, в мае, даже митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил открытым противником так упорно продвигаемого проекта высотной застройки Рязани на большом круглом столе в Политехническом университете. Итак, на том месте, где еще недавно стоял дом 19 века купца Коровкина, возможно, появится 30-метровое здание. Сегодня действующим проектом зон охраны Рязани здесь разрешено строить высотой не более 15 метров, так как действует зона регулирования застройки Екатериненской церкви. Еще пару месяцев назад здесь, на этом месте, стоял дом купца Коровкина, который прекрасно дополнял архитектурный ансамбль по улице Маяковского, хотя и находился в плачевном состоянии. Реставрировать исторические здания в нашем городе не принято, поэтому дом снесли. И теперь, пока судьба участка не решена, в центре города зарастает травой в человеческий рост образовавшийся здесь пустырь. Со сменой губернатора у общественности появилась надежда на перемены к лучшему. Но снос дома Коровкина перед самым днем победы явился больным ударом в душу общественности. В старом городе трогать вообще ничего нельзя. Ни один город мира, старый город мира, так не обращается по-хамски, по-преступно, со своим богатейшим историко-культурным, архитектурным наследием. Построенный в конце 18-го, начале 19-го века, он находился на перекрестке улиц Маяковского и Пролетарской, напротив входа на центральный рынок. Это был богатый купеческий дом с прекрасным чугунным крыльцом. Только представьте, сколько поколений людей выросли здесь за 200-250 лет. Сколько всего пережило это здание. Эти стены застали времена правления по меньшей мере пяти императоров, революцию, видели рассвет и закат Советского Союза, пережили Великую Отечественную войну. Больше его нет. И ведь уничтожение подобных памятников архитектуры не единичный случай. Широкий общественный резонанс, вызванный сносом дома купца Коровкина накануне Дня Победы, однако не остановил тех, кто разрушает лицо старого города. И здесь же, на улице Маяковского, неподалеку от купеческого особняка, появились новые пустыри, зияющие словно раны. Тем не менее, несмотря на утраты, остались еще места, которые можно спасти. В Рязани много домов, подготовленных к сносу или тех, что находятся в аварийном состоянии. Наступил тот момент, когда историю сохранять должно наше поколение. И уважать свое прошлое, культуру, традиции предков – первая обязанность каждого из нас. Скажем, вот этот дом. Дворянский дом, построенный в конце 18 века, декорированный полуколонными, он уже больше 200 лет украшает центр нашего города. Наполовину дворец, хотя и находящийся в плачевном состоянии. Паустовский влюбился в город Рязань не только как в женщину, Рязань она, но и в свою жену, возможно, благодаря этой улице. Потому что его цитата даже идет во всей энциклопедии, рассказывающей о Рязани. Милый город с деревянными домиками, с резными крылечками, с петушками, весь в зелень утопает. Вот мы этого милого образа старого города, который лечит душу, понимаете, это не просто так вот ветхие строения. Старый город лечит. Не исключено, что эти здания вскоре станут историей, и увидеть их можно будет лишь на фотографиях. А на их месте останутся пустыри, поросшие травой, или вырастут очередные муравейники высотой до самого неба. Археологи подводят итоги работы. В ходе экспедиции Переиславля-Рязанский за лето было обнаружено около 400 предметов. Это и фрагменты голландского стекла 17 века, бытовая утварь и украшения. О самых значимых находках расскажет Галина Ершова. Шесть граней и циркулярный дизайн. Этот игральный кубик из кости – уникальная находка летнего археологического сезона. Ранее при раскопках в Рязанской области были обнаружены похожие изделия из камня. Однако находка позволяет сделать вывод, что на берегу реки Лыбид на улице рабочих в 16 веке жил Косторес. Мы обнаружили большое количество костей, которые несли на себе следы обработки мастером. Сейчас эти кости находятся на анализе в Москве. Специалист делает вывод, какие кости являлись сырьем и, возможно, предположит, что пытались сделать из этих самых костей. Улица рабочих оказалась ремесленным центром города. В ходе раскопок обнаружили рекордное число глиняных игрушек. Свистульки и погремушки имеют разный размер и по форме напоминают животных. Поразило археологов и наличие ювелирных украшений. Мы встретили большое количество плавильных сосудов, в которых мастер-ювелир плавил металлы и изготавливал изделия. Что касается готовой продукции ювелира, то это перстни, это также и серега, и даже крест мы зафиксировали в этом году. Также в этом году раскопки проходили в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Удалось выяснить, что история места начинается задолго до появления здесь древнерусского города. Мы обнаружили материалы, которые относятся еще к эпохе бронзы. Это самое начало второго тысячелетия до нашей эры. Здесь проживали племена так называемой фатьяновско-балановской культуры. Пришли сюда уже со своим металлом, что было в новинку для тех племен, которые обитали на этой территории до них. В 9-10 веках сюда пришли первые славяне. Об этом свидетельствует ледная посуда. Достаточно грубая и практически лишенная орнамента. Ей пользовались наши предки. Впечатлили археологов амулеты с клыка медведей и стеклянные бусы. Основной же найденный материал относится к 13-14 веках, временам существования самого города. Многие вот эти украшения, они найдены в сломанном виде. Это обломки в основном. И о том, что они могли участвовать в качестве лома для ювелирного производства, нам говорят о большое количество глиняных тиглей, в которых как раз вот из-за цветной металла плавили. Кроме того, также были найдены и выплески металла. Так что, возможно, на этой территории в древнерусское время, недалеко от него проживал ювелир. Причем, скорее всего, этот ювелир занимался работой не только по цветному металлу, но и по камню. Всего за прошедший сезон археологи обнаружили около 400 индивидуальных находок. Это те предметы, которые представляют ценность для музея. А также десятки тысяч черепков и фрагментов посуды. Это так называемые коллективные находки, которые помогают ученым убедиться в правильности своих догадок. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Медицина должна быть быстрой, доступной и удобной. Об этом мечтают все, кому приходится обращаться за обслуживанием в госучреждения. Однако, чтобы получить там помощь, порой приходится тратить очень много времени, ходить по разным врачам и портить себе настроение. Чего нельзя сказать о многопрофильной клинике Медком. Медком профи на Бирюзово – это реальная альтернатива государственной поликлинике для жителей Конищева, микрорайонов Приокский и Московский, Бутырки. Александра за врачебной помощью решила обратиться не в государственную поликлинику, а в частную Медком профи. В клинике приятно порадовало и отсутствие привычных очередей, и внимательный персонал. А самое главное – прием, построенный по западному образцу. Это значит, что здесь пациент находится в одних руках. Именно врач тут же в кабинете сделает УЗИ или другие необходимые обследования. В результате весь процесс диагностики проходит максимально быстро. Мне очень понравилось, это очень удобно. Не нужно простаивать очередь во все кабинеты для того, чтобы сделать УЗИ, попасть на консультацию к гинекологу, собрать все анализы. Все делается в одном кабинете. Это на самом деле очень удобно, очень практично и быстро. В Медком профи принимают лучшие специалисты Рязани практически всех направлений медицины. Есть высококачественное оборудование, которое позволяет оказывать помощь согласно самым передовым медицинским стандартам. В Медком профи занимаются и амбулаторной хирургией. То есть в случае легкой травмы теперь не надо ехать на другой конец города. Здесь удаляют небольшие новообразования с последующим гистологическим исследованием. Родинки, зашивают раны. Все это при помощи самого современного оборудования. Например, вот такого вот степлера. Гинекология, проктология, урология, косметология, хирургия, психиатрия, наркология. Неполный спектр всех направлений, которыми занимается клиника. Одно из самых популярных направлений – различные справки. Мы хотели стать полноценной такой районной поликлиникой, но с несколькой иной формой собственности. Мы лечим те заболевания, которые бывают часто. Чтобы человек долго не стоял в очередях, не записывался на месяц вперед и так далее. Помощь должна приходить к нему в тот час, когда ему действительно нужна. Максим Нестеров – врач-хирург. Сейчас он собирается на вызов. В клинике Медкомпрофи есть единственный в Рязани аппарат УЗИ, который позволяет делать ультразвуковое исследование на дому. Тем пациентам, которым сложно передвигаться. Все это ради того, чему врачи многопрофильной клиники Медкомпрофи посвятили свою жизнь. Сделать высококачественную медицинскую помощь, доступной всем. На этом у меня все. Следите за событиями на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения. И до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Сбербанком России и Рязанским и Рязанским и Рязанским. Сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Сбербанком России и Рязанским и Рязанским и Рязанским.